Добрый день! Добро пожаловать на мой канал Цветовод. Сегодня мы поговорим о таком прекрасном растении, как колотея, об особенностях ухода, размножения и выращивания этого цветка. Начнем немножко с истории, а потом перейдем к особенностям выращивания. Колотея относится к семейству марантовая. Это семейство очень многочисленное, оно насчитывает более 130 видов растений. Но именно род колотея считается самым многочисленным. Они, конечно же, поражают пестротой своих листьев, разностью окрасок, но есть и красиво цветущие сорта. Слово колотея, от чего же оно пошло? От древнегреческого слова, сейчас я подсмотрю в шпаргалочку, колассос. Колассос в переводе с древнегреческого как корзина. Почему это так? Потому что раньше из листьев колотеи плели корзины. Очень интересный факт такой. Произрастает колотея в естественных условиях в Южной и Центральной Америке. Именно оттуда они к нам и пришли. Поставим этот экземпляр. Полюбуйтесь пока на переднем плане, какое множество икроста колотеи. Немножко я поставила вот сюда вниз, но я чуть позже покажу более детально каждое растение. Итак, про цветение колотеи. Это очень интересно, друзья. Я как-то на одном из ютуб-каналов услышала, ну, такую глупую, на мой взгляд, вещь, что колотеи не цветут. Цветут и еще как. Очень даже красиво. Есть сорта, например, такие, как кроката, или еще ее называют колотея шафральная, которая цветет потрясающими оранжевыми яркими крупными цветами. Ну, приблизительно где-то 3-4, наверное, сантиметра размер цветка вырастает из розетки. Цветет где-то на протяжении двух недель. Период цветения у таких сортов, как вот кроката шафранная или варшевича, это январь-февраль. Поэтому в скором времени, я надеюсь, я дождусь цветения своей колотеи шафранной. Варшевича цветет крупными белыми цветами. Очень интересно, тоже похоже на цветы колотеи шафранной. Я постараюсь прикрепить вам фото для наглядности. И такой же период цветения, как у колотеи шафранной. В естественных условиях цветут они гораздо чаще, нежели в домашних. Но я думаю, нам удастся добиться цветения от колотеи. Сейчас я вам сразу покажу, например, такой сорт, как колотея леопардина. Она, независимо от периода года, цветет. Вот сейчас она цветет маленькими желтыми цветочками. Не знаю, видно ли это на камеру, но я постараюсь вам тоже прикрепить фото ее цветения. Вот у нее нет периода так называемого покоя. Цветет, когда ей захочется. Вот такой сорт нарушает все каноны. Итак, следующее это освещение. Для колотеи не надо интенсивного освещения. Они достаточно теневыносливые растения. Так как они растут в природе, в тропических лесах, то в основном они прячутся под кронами деревьев. Но для домашнего содержания я все-таки вам рекомендую не ставить колотеи на северное окно. Уж очень оно все-таки будет темным для колотеи. Чтобы они не потеряли пестроту своих листьев, красивую окраску их листвы, лучше все-таки ставить на непрямой солнечный свет. Особенно вот такие сорта, которые обладают розовым пигментом листьев. То есть на притененное, южное, на восточное или западное окно, там они будут себя абсолютно комфортно чувствовать. Ну, либо же на стеллаж с подсветкой искусственной, как, например, у меня. Ну, сейчас день и подсветка выключена. Далее про температурный режим. Прекрасно растут в квартирных условиях. Температура содержания должна колеблеться от 16 до 25 градусов Цельсия. Я думаю, что в обычном доме у каждого приблизительно такая температурная среда, и колотея себя будет замечательно чувствовать в этих условиях. Про поли. Я бы рекомендовала содержать грунт у колотея вот таким, слегка влажным. Они не любят сильных пересушек. Сильные пересушки губительны для листьев колотеи. Листья начинают вот так скручиваться, как бы складываться, и могут потом при следующем поливе сушить края листья, портить. Ну, например, вот для наглядности вот тут. От неравномерного полива может такое возникать. Сильный залив тоже губительен для колотеи. Если же вы будете систематически заливать растения, то, например, вот такие последствия на листьях вас ждут. Так. Поэтому держим грунт слегка влажным. Вот слегка влажный грунт, это идеально для колотеи. Итак, влажность воздуха. Вот это, друзья, очень важный фактор для выращивания колотеи. Зачастую новички, когда видят, что у колотеи подсыхают кончики листьев, они думают, ой, наверное, она не допивает воды. И поливают ее сильнее. Тем самым заливают и губят растения. Но, к сожалению, сушат кончики листьев зачастую колотеи от сухости воздуха. Вот когда воздух очень сухой, то могут сушить кончики листьев, рыжеть, подсыхать. Вот идеально для колотеи, это влажность воздуха от 60 до 80%. Я понимаю, что в условиях домашнего содержания добиться таких показателей крайне сложно. Ну, либо у кого свой дом, либо кто живет на первом этаже, у того показатели влажности будут высокие. Так, я рекомендую для всех остальных использовать увлажнители воздуха, либо возможен такой лайфхак. Колотеи ставят на поддон с галькой или керамзитом и наливают туда воду. А наверх гальки или керамзиты устанавливают горшки с колотеями. И тогда, благодаря испарениям, влажность воздуха повышается. И колотеи будут чувствовать себя более комфортно. Это как один из вариантов. Я, например, друзья, после стирки белье развешиваю в комнате с колотеями. И влажность воздуха значительно повышается. Поэтому такой лайфхак тоже возможен. Так, про удобрения. Вообще, все источники рекомендуют вносить удобрения в период с апреля по август. Но я скажу, друзья, я уже имею дело с колотеями. Более года их содержу, анализирую, что и как им подходит, как они чувствуют себя комфортно, в каких условиях. И могу уже сделать выводы. Я удобряю их на протяжении всего года. Потому что у колотеи нет ярко выраженного периода покоя. Они растут и развиваются на протяжении всего года. Это вы можете увидеть, например, в виде вот таких вот новых ростов, которые выдают колотеи новых розеточек. Как новое ответвление выращивают на протяжении всего года, как я уже сказала. Поэтому и удобрять я их стараюсь тоже на протяжении всего года. Я исхожу из того, что мы люди кушаем три раза в день, так же и растениям надо кушать круглый год. Но период вноса удобрений это не так, что в каждый полив я обязательно добавляю удобрение. Нет. Я могу произвести два полива чистой водой, потом один полив с удобрением. Либо же наоборот. Два полива с каким-нибудь удобрением и стимулятором роста. И один полив чистой водой. Я всегда смотрю по тому, как растения реагируют. Если после полива с удобрением я вижу прирост у растения, лезут молодые листочки, значит ему это удобрение подходит и растению оно нравится. Тогда я стараюсь повторить эту процедуру. Если же я вижу, что после полива с удобрением у колотеи, например, начинает отсыхать кончик листьев, то возможно это растение среагировало именно на внос удобрений. Тогда я прекращаю внос удобрений и даю этому растению отдохнуть и произвожу несколько поливов водой. Сразу хочется вам рассказать про те удобрения, которые я использую. Чаще всего я использую не удобрения, а препарат вот такой HB-101. Это абсолютно натуральный, экологичный, виталайзер его называют, стимулятор роста, активатор роста растений и антистрессант. Это вот такой флакончик с препаратом. Не смотрите, что он такой маленький, его расход очень экономичный. Для полива растений с этим препаратом необходимо всего 1-2 капли на литр воды. Друзья, я всем рекомендую использовать этот препарат, потому что от него вижу потрясающий эффект. Во-первых, ни одно из моих растений еще не среагировало плохо на этот препарат. У меня много орхидеи, как вы можете видеть на заднем плане, фаленопсисов. И они потрясающе наращивают зеленую корневую массу именно после полива этим препаратом. Также и колотеи. И они не теряют яркость и красоту своих листьев после полива с HB-101. Делаем этот препарат. Про удобрения. Удобрения я использую любые для декоративно-лиственных растений, для полива колотеи. Удобрения для цветения им практически не требуются. Но можно полить такие сорта, как варшевича и шафранная в период январь-февраль удобрениям для цветущих. Но потом лучше этого не делать. Потому что большое содержание азота в этих удобрениях может сказаться на красоте листьев колотеи. Вот еще я использую вот такое удобрение для декоративно-лиственных растений стимолит. Оно очень недорогое, но очень хорошо откликается моим колотеи. Уберем его пока. Итак, про период покоя сказала. Про пересадку. Пересадку, друзья, рекомендуют производить молодым растениям колотей. Молодым это вот таким вот маленьким. По мере роста корневой, когда корешки оплетут весь объемчик стакана, только тогда ему требуется пересадка. Так, для растений среднего размера, например, вот такого, пересадка требуется приблизительно один раз в год. Для взрослых экземпляров крупных, это приблизительно вот таким, один раз в полтора-два года. Чаще не требуется, потому что колотейка не будет успевать у вас оплетать весь объем вазона корнями. А если у вас будет сильно много лишнего пространства в горшке, то залив растения неизбежен. Итак, друзья, про грунт для колотей. Я рекомендую использовать такой микс. Брать какой-нибудь универсальный субстрат, добавлять туда побольше торфов или кокосового волокна для разрыхления, агроперлита. Можно также использовать вермикулит, но вермикулит это такой более влагоемкий материал, он будет сильно напитываться влагу и долго держать ее в себе. Поэтому я вот именно использование вермикулита для колотей не рекомендую. Я обычно миксую приблизительно 50 на 50 чистого грунта и торфа Классман. Стараюсь использовать этот торф, потому что он считается профессиональным торфом для посадки растений. Он очень качественный, влагоемкий, рыхлый, ну в общем хороший субстрат. И где-то 30% от массы всего субстрата, который я получаю, я добавляю агроперлита. Чтобы прям вот такой рыхлый, воздушный субстрат получился. Вот это будет просто идеальный субстрат для выращивания колотей. Размножение. Размножаются колотеи довольно просто. В основном они сами дают новые росты, которые вы можете либо вот срезать только как бы с частью стволика, чтобы там были живые почки, откуда колотея сможет дать корни. Либо же уже укорененную детку отсаживать. Сейчас постараюсь показать, как выглядит детка. Вот рядом с взрослым растением вырастает вот такой вот новый ростик. Вот его можно брать, отделять и высаживать в собственный вазон. Листиками колотеи не размножаются. Там нету почек для выращивания корней или для выращивания новых ростов. Это точно не про колотеи. Про вредители. Вот тут, друзья, очень важный момент. Колотеи крайне часто поражаются паутинным клещом. Вот очень любят клещ колотеи. Даже если у вас дома никогда не было вредителей, и вы думаете, что вы с этим не столкнетесь, то, к сожалению, я вас огорчу, на колотеях он возникает очень часто. Причем берется, откуда, невозможно сказать, я в этом году этой осенью боролась с клещом на колотеях. Откуда он появился, я не знаю. В тот период я не покупала новых растений, и занести его где-то извне вряд ли могла. Возможно, при проветривании вместе с потоком воздуха занесло этих микроскопических вредителей, и они поселились на колотеях. Поэтому я вам рекомендую все-таки производить профилактические обработки от клеща. Какие препараты использовала я? Я стараюсь работать всегда с наименее токсичными препаратами, которые имеют либо малоопасный класс опасности, либо умеренно опасный класс опасности для человека. У меня в доме живут домашние животные, а у кого еще и маленькие дети, то я не рекомендую использовать такие слишком токсичные, высокоопасные вещества, например, как санмайт в квартирных условиях. Лучше купите фитоверн или же препарат Капут, я его использовала, но дозу этих препаратов приходится брать в два раза больше, чем написано на упаковке. Тогда вы увидите реальный эффект, реальную борьбу с клещом. И производить обработки не так, как написано на упаковке, один раз в 7 дней, а приблизительно один раз в 4 дня и сделать 3-4 обработки инсектоакарицидом. Либо же акарицидом. Акарициды – это группа препаратов, борющихся именно с клещами. Инсектициды в данном случае будут бесполезны. Есть еще инсектоакарициды, вот как раз к ним относятся фитоверн и Капут, вот они подействуют. Это из тех препаратов, которые я использовала на личном опыте и которые эффективны, поэтому могу вам их советовать. И про заболевания колотей. К счастью, мои колотеи с заболеваниями не сталкивались, но в интернете пишут, что очень часто колотея поражается... Сейчас, ребят, надо правильно прочитать. Ризоктаниоз. Ризоктаниоз в народе называют черная парша. Я думаю, многим именно название черная парша знакомо. Поражаются, начинают портиться листья, черные пятна прямо на них могут появляться, прямо на стволиках, на новых ростах тоже. Поэтому в данном случае вы можете, если такое увидели, то произвести обработку фунгицидом. Фунгицид, который подействует с одного раза, например, который я постоянно использую, это фунгицид фундазол. Это фунгицид системного действия. Он способен проникать в клетки растения и лечить растения именно изнутри на клеточном уровне. Вот его я вам в борьбе с такими заболеваниями могу рекомендовать. Которые реально подействуют. Например, такие биофунгициды, как фитоспорин и триходермин, они не вылечат вам заболевания, так как это фунгициды профилактического действия, чтобы избежать заболеваний, но не для лечения. Они используются для заселения полезной микрофлоры в субстрат, полезными спорами грибов и бактерий. Да, это можно делать, это будет абсолютно безвредно, абсолютно никак не угнетает рост растения. Заселять полезные споры и бактерии в субстрат вы можете. Но если у вас уже есть конкретное заболевание на колотей, то тут надо использовать химические фунгициды. Вот, например, фундазол, он на основе действующего вещества либо бенлат, либо бенамин. Вы можете запомнить просто действующее вещество препарата, бенлат или бенамин, и использовать любую другую торговую марку препарата с действующим веществом бенлат или бенамин. И теперь еще, друзья, что можно, чем порадовать ваши колотеи? Любят теплый душ. Вы можете использовать воду чуть более теплую, чем комнатная температура, ну, где-то 40 градусов, не выше, думаю, этого будет вполне достаточно. Относить их в ванную и прямо хорошо, обильно поливать душа. Во-первых, это профилактика от паутиного клеща. Клещ не любит вот этой повышенной влажности, теплой воды и когда его просто смоют, например. И в других, в другом, еще в чем польза от теплого душа? Это стимуляция новых почек, стимуляция пробуждения новых ростов на колотее. Также колотее любит опрыскивание. Но я не советую вам прям брать пульверизатор и вот так сразу начинать мочить все свои колотеи. Нет. Создавайте над ними такое туманное облачко из пульверизатора. Вот этот вот легкий туман будет благоприятно на них сказываться. И что, друзья, еще я вам в конце видео хотела показать. Уже много очень видео на моем канале с моими красотками-колотеями, которые я вам показываю, но вчера ко мне приехала новинка. Это вот такая колотея сильвия. К сожалению, колотеи сильно повреждаются во время пересылки. У них очень нежные листья, которые легко травмируются. И потом вот дома это все моментально подсыхает, обсыхает. Но колотеи также достаточно быстро растущие растения. И они очень быстро обрастают новыми красивыми пестрыми листьями. В принципе, друзья, это все, о чем я хотела вам рассказать про содержание и уход за колотей. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях под видео. Я с радостью вам на них отвечу. Благодарю вас за лайки, за поддержку. И если вы отправите это видео друзьям. Всем спасибо. Хорошего дня. Увидимся еще на канале.